В конце 2016 года для строительства кольцевого газопровода правительство Севастополя определило подрядную организацию, которая должна была подписать контракт и приступить к работам. Планировалось, что компания завершит работы до 31 декабря этого года. Подрядчика выбрали потому, что он предложил наилучшие условия выполнения контракта, отметил Дмитрий Глебович Гладский. Сейчас же, по словам чиновника, очевидно, компания пытается уклониться от подписания контракта. Лично я обещаю этой компании предпринять все действия, в том числе и через обращение в соответствующие компетентные органы, о том, чтобы у этой компании возникло устойчивое представление о том, что, конечно, теоретически можно баловаться с невыполнением обязательств, взятых на себя перед правительством Севастополя и городом, Но это является крайне болезненной и неприятной процедурой. Будем это называть процессом выстраивания новой культуры взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком. Заместитель губернатора Севастополя отметил, подобные действия влекут за собой смену подрядчика, а подписание контракта с новой компанией в лучшем случае состоится в июне 2017 года. Это означает, что до конца года кольцевой газопровод, скорее всего, не будет построен. У проблем, связанных со строительством онкологического диспансера, другие причины. На 2017 год были запланированы проектно-изыскательские работы, но для этого необходимо было пройти процедуру инвестиционного обоснования в Минэкономразвитии и получить положительное заключение главгосэкспертизы. Материалы в главгосэкспертизу были направлены, но в результате запущенности процессов взаимодействия с главгосэкспертизой мы получили отрицательное заключение от главгосэкспертизы, что, опять же, в свою очередь означает, что нужно будет проходить повторную процедуру, а это удлинение соответствующих сроков минимум на полтора месяца. Глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников поинтересовался, кто отвечал за эту работу. Руководителю города доложили. Начальник управления Департамента капитального строительства Кирилл Борисович Никифоров. Мы за последние два месяца сделали ряд существенных усилений Департамента капитального строительства. Увеличили количество ставок, ввели советника губернатора, начали нанимать людей. И основная задача Департамента капитального строительства была осуществить нормальную функцию технического надзора с сопровождением каждого проекта в рамках ФЦП. Если Никифорову Кириллу Борисовичу это не по плечу, соответственно, пусть найдет работу по плечу. Глава Севастополя дал поручение всем, кто отвечает за проекты федеральной целевой программы, внимательно следить за всеми этапами подготовки и реализации. В случае возникновения проблем докладывать руководителю города лично. Светослав Данилов, Анатолий Кукс, информационный канал Севастополя.